Значит, в предыдущих сериях мы начали изучать такой прекрасный сервер для Java, как Undertow. Он, примерно так же, как это было в Node.js, представляет собой отдельную программу, которая слушает какой-то порт по какому-то интерфейсу. И, соответственно, все запросы обрабатывает по помощи HTTP-хендеров. А HTTP-хендер это, собственно, анонимный класс, у которого есть один-единственный метод, в рамках которого вы должны будете обработать запрос. То есть, прочитать параметры пользователя и написать ему какой-то ответ. Писать, читать и писать будете вы через вот эту самую переменную. Ну, вот в простейшем случае это можно сделать, например, вот так. Ему что-то написать в response-хендер, потом в response-центр ему отправить. И мы задались интересным вопросом в прошлый раз, а именно... Извините, а можно экран показать? А, я же экран не показывал. Да, это было, кстати, хорошее замечание. Я вам не показываю экран. Значит так. Вот, собственно, мы отправляли вот этот самый запрос. Отправляли пользователю ответы, и у нас там возник интересный вопрос. о том, будет ли заработать вот такая вот штука. И мы выяснили, что нет. Мишкой, не вижу. А, чего? Вы здесь можете еще раз? А, все, вижу, спасибо. Вот, мы, собственно, заинтересовались, что будет ли она работать. И она у нас не заработала. Почему? А, мы пытались отправить собственно асинхрон вот в сообщение. И после отправки первого сообщения второе у нас уже не отправилось. Да. Потому что на самом деле этот метод сент использует так называемый асинхронный вот вывод. Асинхронный это означает, что он не синхронизируется ни с какими клиентами, устройствами и прочими штуками, которыми он отправляет эти данные. Он отправил этот hello world один и забыл. Соответственно, если он тут же отправляет hello world 2, то мы даже не знаем, дошел ли первый hello world 2 или hello world 2 придет раньше в hello world 1. Короче, будет полное месиво. И чтобы все это не было, он просто это запрещает. Если вы вызовете сент после сента, то, скорее всего, вы получите ошибку. Вот. И, как мы выяснили, если вы очень хотите посылать несколько сендов своему клиенту, то вы должны отправить сент и передать в функцию сент так называемый callback. Так, все помнят, что такое callback? Как переводится callback? Обратный вызов. Обратный вызов. В общем-то, практика довольно известная даже еще из языка C, когда вы в функцию передаете указатель на функцию, которая должна вызваться, когда что-то произошло. А, собственно, здесь вы продаете так называемый этот его callback, который допишет что-то после того, как этот hello запишется. Ну, вот, собственно, так. Это работает хорошо, но, конечно, выглядит гораздо страшнее, чем мы используем обычно этот println и println. Так, чем такой способ получится? Почему все так сложно сделали-то? Так вот, таким образом мы можем просто понять, что эта часть дошла и как только она дошла, мы можем уже отправить вторую. Да. Ну, не то, что она дошла, но что она успешно там записалась на вывод. Да, да. Но раньше-то мы писали, как мы это писали? Мы писали там, hello world, проблем же не было. Чем вот эта штука лучше, чем вот эта штука? Ну, потому что здесь у нас идет уже блокирующий доступ, и это как бы не по идеологии Адертоу. А почему Адертоу забрал такую хитрую идеологию, в которой вместо того, чтобы написать две простых строчки, и мы пишем тут до чертиков много строчек? Зачем Адертоу забрал такую странную идеологию? Для того, чтобы избавиться от проблемы с синхронной записью. А какая у нас проблема с синхронной записью-то? Нам нужно, ну, во время передачи данных синхронной мы не можем ничего кроме этого делать, и нам нужно обязательно закрывать наше подключение. Ну, не знаю, что закрывать подключение, но проблема синхронной записи в том, что между вот этими райдами, да, наш поток спит. Поток, который это делает, спит. Он ждет от операционной системы подтверждения, что на устройстве, на котором ты записывал, эта штука была успешно записана. Понятная идея? Почему это плохо? То есть, когда поток спит, он ничего не делает. Соответственно, если у нас очень-очень-очень много подключений, а сервер же может работать под высокой нагрузкой, так ведь? Согласны со мной? Соответственно, если потоки будут еще и успевать спать, то означает, чтобы обработать всех-всех-всех клиентов, нам придется создавать дополнительные потоки. Как только мы создадим много-много-много потоков, у нас, короче, операционная система просто офигеет, и вместо того, чтобы делать что-то полезное, будет просто разбираться, кому из этих потоков отдавать процессорное время. И чтобы этого не делать, соответственно, используется вот такая вот штука. Понятная идея? Вот. Но, в принципе, Undertow не очень злой, и поэтому он разрешает вам, если очень хочется, использовать вот этот самый блокирующий вот вывод. У объекта Exchange можно запросить OutputStream. OutputStream, как известно, использует блокирующий вывод. Вот. Ну и, соответственно, работать с ним. Единственный нюанс, вы не можете это делать вот прямо вот здесь. Прямо вот здесь, вот в этом. То есть, мы отсюда уберем вот эту штуку. Да, вот эту штуку закомментируем. То при запуске он вам выдаст ошибку. Что, мол, вы используете мой поток ввод-вывода и его заблокировали. Он это делает потому, что этих потоков, которые непосредственно принимают соединение от клиентов, у него мало. И, в общем, он не дает вам их использовать. Потому что, если вы их заблокируете, он не будет уступать принимать от клиента и, в общем, будет сильно тормозить. Но вы можете создать свой поток. Как вот, например, сделано здесь. Можете создать свой поток. Написать Undertow вот этой строчкой сообщения о том, что вы будете работать в отдельном потоке. И в этом потоке делать все, что хотите. Хотите блокировать поток, хотите не блокировать поток. Хотите все, что хотите. Понятная идея? Да. А, да. Вот про эту хитрую конструкцию-то я не сказал. Значит, в принципе, в принципе, вы можете не создавать свои потоки, потому что, как вы понимаете, создавать свои потоки каждый раз это глупо. Вместо этого что стоит использовать? Пулы потоков. Пулы потоков. Вот. И в Undertow даже есть свой пул уже готовый. Ну, вы можете, конечно, сделать свой пул. Ну, где тьютер сервиса, все дела. Вот. А вы можете сделать уже готовый. Собственно, готовый. То есть, к готовому пулу вы можете обратиться, вызов вот этот самый метод Dispatch и передав ему туда, ну, либо какой-то runable, который вы хотите исполнить, либо сам хендер, если вы хотите, чтобы сам хендер возвращался. Ну, и, соответственно, вот такой вот субкод здесь для этого можно использовать. То есть, как у меня, по-моему, здесь довольно подробно это расписано вот тут вот. Значит, вы можете в своем обработчике проверить, в каком трейде вы находитесь. Если вы находитесь в том самом Undertow'овском трейде, который он не разрешает блокировать, а не называются его трейды, то мы не будем в нем ничего блокировать. Мы, скажем, Undertow, Undertow. От Dispatch, этот хендер, да, this, это, собственно, наш вот этот самый хендер, то есть вся вот эта функция. В отдельном пуле, так называемых water-трейдов. Вот, ну и, собственно, он этот текущий объект сохранит там где-то в очереди, как только дойдет время, он сможет его там выполнить. И, собственно, в этом методе он опять проверит, что это его thread, этот if вернет ему false, и он выполнит тело нашего метода. Да, в принципе, чтобы вот эту штуку, да, эта штука, это же кишки, так ведь? Согласны со мной, что это к логике нашего обработчика никакого отношения не имеет. Это вообще какой-то странный непонятный код, его можно забыть, написать, ну, я вообще с ним как-то не очень красиво смотрю. Согласны со мной? Да? Вот, чтобы от всего этого избавиться, мы можем написать свой хендер, который будет, так сказать, раппером для текущего хендера. То есть создать свой хендер, который вот этот весь код выполнит в себе, а затем вызовет код из того хендера, который мы передадим ему в качество конструктора. Понятно, да, что здесь написано? Да, я надеюсь, тут не надо пояснять, что такое. А то есть тут можно даже цепочку этих хендеров вытягивать? Да, и даже не просто можно, а нужно, и это очень активно используется. На самом деле, если вы заметите, заметите, мы и так можем цепочку хендеров. У нас хендер вообще-то называется pass, а у него в подчинении находится такой хендер, если мы отправляем запрос по такому углу, другой хендер, если мы отправляем по другому углу. Так что цепочки хендеров здесь очень активно используются. Правда, может быть, такая цепочка хендеров не совсем экономична, потому что обычно они не в конструкторе хендера передают, а в специальном методе next, но суть не сильно меняется. Соответственно, blocking хендер берет на себя ответственность за вызов вот этой штуки, а внутри мы, собственно, можем сказать, что да, и мы будем блокировать. Дальше писать, вот вы вот так, как мы привыкли это делать в Java, да, там, print-райтеры, output-stream-райтеры, что хотите, там, читаете из файла, пишете из файла, и все у вас будет. Обработанность будет в отдельном потоке. Но, разумеется, если будет слишком много запросов от пользователя, то вам будет немножечко плохо. Поэтому лучше думать. Если вы можете использовать неблотирующий вот вывод, то лучше использовать неблотирующий вот вывод. Если, в принципе, будете писать что-нибудь с использованием under-toe, blocking хендер можно не делать самому. Он там, вроде как, оказывается, есть в стандартной поставке. Делает, примерно, все то же самое, что я сказал. Значит, дальше я хотел с вами поговорить на тему обработки чипланизаторов. В смысле, по сути, текста, потому что, конечно, через write писать весь HTML-код как-то не очень прикольно. Значит, история такая. В PHP, как вы помните, PHP сам себе шипланизатор, и вообще многим языкам программирования современным, в которых там есть интерполяция строк, а в некоторых и какие-то там встроенные билдеры HTML, типа того же Groovy, в котором можно писать там. Типа HTML-код можно писать прямо в коде Groovy. Ну, в жалко, короче, человек к таким языкам не относится. И поэтому у вас есть два варианта. Либо писать... Я не уверен, что в Groovy это умеет. А? Я не уверен, что в Groovy это умеет. Нет, в Groovy есть, во-первых, строковый интерпад. У них есть специальный аналог... У них свои шипланизаторы есть, но чтобы Groovy так работал и не слышал сейчас. В Groovy можно писать что-то типа, там, не знаю, HTML, фигурная сковочка открывается, хет, фигурная сковочка открывается, там, титул, фигурная сковочка открывается, там, что-то писать. И, короче, это валидная синтезическая конструкция существования Groovy, он из этого может сделать вам HTML. В принципе, это круто, и вообще многие хорошие языки программирования так умеют. Но не Java, по крайней мере, в нынешней версии. Еще в других языках, как в PHP, как вы помните, можно, в принципе, писать... Можно было бы написать строку... Да, там, не знаю... HTML... HTML... Там... Тут какой-нибудь там... HTML... 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 Ну, вы, короче, поняли мою идею. Здесь, при помощи, там, каких-нибудь знаков доллара, например, написать титул. И, вообще говоря, конечно, такой код уже можно читать. Но, опять же, Java не относится к таким языкам программирования, в которых это удобно делать. Ну, варианты с тем, чтобы просто реплейсить, мы не рассматриваем, потому что они плохи по производительности. Поэтому Java используют шаблонизаторы. Ну, вообще, шаблонизаторы, которые предполагается... Ну, рекомендуется использовать и во многих других языках программирования, даже если у них есть встроенная поддержка всяких вот таких штук. Потому что, как известно, логику работы вашего приложения от логики того, как вы будете форматировать вывод, лучше отделить. То есть, вот эти штуки все равно лучше писать в отдельные файлики. Вот. Поэтому используем шаблонизаторы. Значит, шаблонизаторы... Что такое шаблонизатор? Шаблонизатор – это какая-то такая программа, которая возьмет готовый HTML-файл и все нужные штуки заполнит отдельно. Но до того, как поговорим про шаблонизатор, да, нам хотелось просто научиться отдавать статику этим самым клиентам. Мы же пока еще не умеем этого делать. Вот. Поэтому для начала, собственно, попробуем сделать это. Значит, если вы пишете на Java, то всякие HTML-странички и прочие, в том числе и шаблоны, в том числе и прочие HTML-странички, в том числе и CSS-ки, вам стоит хранить вот... Ну, используя HTML, вам стоит хранить вот по такому вот хитрому пути. Давайте, может, попробуем так его записать. Интересно, как они единственные это реприотируют. А, new, 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 new HTML-файл. Ну, короче, вот по такому пути мы можем сохранить вот этот файл. Ну, допустим, из HTML. Вот так вот мы его создадим. Ну, кстати, рекомендую, в общем-то, участвовать в процессе. У вас же, наверное, есть нигбинцы. Вы же, наверное... Мавином-то умеете пользоваться? А? Господа, вы умеете пользоваться, наверное? Мавином. В еще раз кем пользоваться? Мавином. Мавином. Вы можете писать там вот хитрую такую магию. Она там, в принципе, в том текстовом файле, в файлике указана. И, в общем-то, тогда вы можете к нам присоединиться. В нигбинсе просто создаете там новый проект. Мавин-джава-аппликейшн простой. Ну, и там, если немножко последует инструкция, то можно использовать. Ну, ладно. В общем, если вы используете Мавин, то вы можете... То все ваши не джавовские файлы, а всякие астетические ресурсы должны храниться вот здесь. Значит, ну, вот, к примеру, наши HTML-странички, которые мы хотим здесь сохранить. Значит, теперь нам нужно научить наш web-сервер отдавать эту страничку в случае, если, ну, пользователь обратится по какому-нибудь конкретному Орлу. К примеру... Ну, вот, к примеру, собственно, можем все вот это отсюда убрать. И использовать какой-нибудь хендер. Как вы понимаете, уже есть готовые хендеры, которые умеют читать ресурсы по какому-то пути. Этот, собственно, хендер, как вы можете заметить, называется ресурс-хендер. Так, класс, извините, не то. Значит, что у этого ресурс-хендера есть? Ресурс-хендер в качестве параметра принимает такую штуку как ресурс-менеджер. А ресурс-менеджер — это такая штука, которая скажет ресурс-хендеру, откуда брать файл. Значит, зачем такие сложности? Такие сложности, потому что файлы мы можем брать не только с жесткого диска, чтобы было бы логично. Но и во многих случаях мы можем брать файлы изнутри джарника. Да, мы же понимаем, что наше джар-продолжение в хреб-счете просто запакуется в джар. И вот внутри этого джара мы тоже можем сохранять эти ресурсы. И чтобы брать эти ресурсы изнутри этого джара, используется так называемый класс Press Resource Manager. В принципе, если открыть документацию и посмотреть, какие там еще эти ресурс-менеджеры бывают, то там еще стопудово есть файл ресурс-менеджер полный есть и еще какой-то. Ну, мне кажется, что там... А если ресурс-менеджер? Да, у него есть файл ресурс-менеджер, Press Resource Manager, что, видимо, примерно одно и то же. Просто Press Resource Manager использует этот джар-овский новый Press API. Ну, кэшинг, как вы понимаете, просто кеширует. Ну, то есть кеширует всякие ресурсы в оперативной памяти. Значит, если мы пишем все эти данные вот здесь, вот сюда вот, то это означает, что все эти наши ресурсы будут запакованы в джар-ник. Соответственно, если мы предполагаем, что они будут запакованы в джар-ник, то мы должны использовать вот этот самый наш New ClassPass Resource Manager. Значит, ему нужно для этого передать так называемый класс-лодер. Ладно, рассказывать, что класс-лодер — это отдельная песня, но класс-лодер можно взять у любого класса, любого объекта, который у вас тут есть. В частности, у нашего класса можно тоже взять класс-лодер. Ну и, соответственно, если у вас эти ресурсы лежат не в корне, а хоть это в каком-то подпайке, то вот, например, он может здесь указать его имя. Аж тема. Так, что я там скобочек много вот написал? Ну, давайте попробуем запустить это дело. Какая там была у нас магическая команда для запуска всего этого? Я уже забыл. О, вот такая вот. Так. 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 кто заюзов ах ты скажешь я еще и здесь что запустил окей окей все потушим сейчас мы все починим еще одна попытка ну собственно вот теперь наш разработал теперь если мы зайдем на наш localhost 8080 то увидим содержимое нашей html похоже что это оно я там еще на свете ну а соответственно если прицепить к нему в css это работает ну как значит если мы сюда положим css ну пускай будет my css значит сколько мы сюда положили можно писать какой-нибудь классно не знает такое написали значит как там очень платируется из пищи помнят здесь пишем этот наш my css то разумеется он вполне себе импортируется потому что он лежит по вот этому самому пути если что чтобы все это заработало чтобы ваши странички обновились нам придется загрузить наш сервер потому что он сделал то что там по крайней мере когда я пытался не так все очевидно вышло то есть если ну как минимум совершенно точно когда просто строкой печатался что html html непосредственно интерпретировал что что ему так заметка css не подцеплялся и даже пытался певни у меня генерировал html страницу не файла как стрингу и то самое при том что путь есть ну вот сейчас сейчас все должно работать сейчас мы полом в этом убедиться так вот такой код страницы все значит на месте загружаем вот css есть значит мы в принципе можем перейти к нему ну вот он возгрузил собственно потому что что мы написали в чем суть то что в этом мэне да у нас есть префикс пэс то есть все что с префиксом таким он будет обрабатывать наш ресурс хендер my css это же не hello world так ведь не hello world значит он обработает с этим ресурс хендером ресурс хендер собственно посмотрим что лежит в папке html и если такая штука лежит в папке html то он ее нам вернет если такая штука не лежит в папке html ну то он собственно ничего не сделает ну наверно пришлет нам ошибку 404 но мы по крайней мере в этом не узнаем так что в принципе работает так что если вы используете ресурс хендер то это то все эти файлы к вам будут вам подцеплять если вы ручную все это генерируете то и файлики css вам тоже надо будет генерировать ручную своими силами но все украде на нас так ну собственно с этим разобрались значит до шипронизатора я что-то про шипронизатора еще рано начали говорить тут у меня еще был интересный вопрос если мы хотим обрабатывать на то есть если мы хотим в нашем html файле написать какую-нибудь форму например вот эту напишем на весь эту форму и теперь хотим получить ее на клиенте ну в смысле на сервере извините в смысле получить те данные которые пошлет нам клиент то есть здесь мы сейчас запустим нашу нашу штуку то мы получим форму мы можем здесь что-то написать нажать кнопочку это куда-то отправится вопрос как нам это обработать ничего что нам где-то надо сделать то нам нужно принять ответ с getResponse что здесь надо писать в этом случае если наша вот такая форма что надо писать здесь нам нужно еще один фендер да так ведь если форма у нас отвечает на url форм да то соответственно нам нужно писать здесь форм так как мы там считываем данные из этого самого эксченджа что подобное было ну а что там целая целая история целая дискуссия был взял такой ну и что как вы думаете будет это работать ну а так 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 Ну че-то как-то не работает. Потому что здесь GED параметры на устройство должны превращать. Ну, NAME должны превращать параметры NAME. В самом деле, если мы поменяем запрос на GED, то у нас, по-моему, все заработает. Нет, здесь не заработал. Надо два холочка перезапросить. Вот, теперь все заработало. Значит, почему? В чем разница между GED и POST-запросом? Кстати, в чем разница между GED и POST-запросом? Кстати, в чем разница между GED и POST-запросом? Кстати, в чем разница между GED и POST-запросом? Кто знает? Кто знает? Кто знает, в чем разница между GED и POST-запросом? Она, наверное, перезаписалась, нет? Да, она перезаписалась совершенно. В смысле перезаписалась? В смысле перезаписалась? Мы не знаем, мы не используем строку. Ааа, нет. Так, в чём отличаются гетопоззапросы? Технически. А я рассказывал, когда про Node.js рассказывал. Ну, вы пользуетесь интернетом, вы все программисты, и не знаете, чем гетопоззапросы? Ну, скажите мне чё-нибудь. Да, я не знаю, я негодяй. Вон чё-то пишет, что в уровне отображается. Мы не знаем, мы негодяи. Ну, так, это круг-вариантные методы. Работаю с данными. А вы знаете, что по запросам можно посылать файлы, а гетопоззапросам нельзя посылать файлы? Да? Ну, так, а что вообще такое http-запросы вы себе представляете? Да, что он себе представляет? Да, что это просто текст набитый. Если у вас там дед, то у вас тут какой-то там текст какой-то там, формы, какие-то параметры, потом какие-то заголовки идут, какой-то там хост, тут что-то заканчивается. Это гет-запрос. А пост-запрос? Пост-запрос гораздо интереснее. Значит, тоже там пост, какой-то там пусть, параметров никаких нету. Потом опять же какие-то заголовки. А потом, потом идет, по-моему, пустая строка, если меня не изменяет память. А потом идет много-много-много-много-много-много. Файлы, какие-то там... В общем, куча всяких странных и интересных вещей. А теперь вернемся к нашему интересному аспекту, про который мы говорили, про блокирующий-неблотирующий вот вывод. Вот, как вы понимаете, блокирующий бы у нас был на запись. А на чтение он ведь тоже, наверное, не блокирующий. Так ведь? Ну, да. Есть этот пост. Вот он такой вот, да? Здесь может быть много-много-много-много. У нас может быть несколько хендлеров, и каждый хендлер может... Ну, предполагаю, что каждый хендлер может там какие-то определенные типы запросов отдельно от других хендлеров обрабатывать. Или нет? Не очень понял. Хендлер может обрабатывать то, что ему передали. Я сейчас даже не столько про хендлер, а сколько про треды. Запрос get, он, как правило, короткий. Вы в этой строке много данных не напишете. А пост может содержать много данных, в том числе файлы, в том числе там, не знаю, там 10-гигабайтные файлы. Как вы понимаете, 10-гигабайтные файлы вы мгновенно на сервер не отправите. Так ведь? Ну, они, если это будет принимать таким образом, эти данные, соответственно, будут заняты приемными файлами. Ну, вот, это в блокирующем, да, в виде-выводе. Помните, да, что мы читаем там из стрима. InputStream, там, read, по байтам, будем читать какие-то файлы. Это в блокирующем виде-выводе. А в не блокирующем получится, что наш сервер получил, да, вот кусочек, кусочек вот этих данных, отправил их к хендлеру. Получил еще, ну, там, кусочек этих данных от клиента, отправил их к хендлеру. Типа обработали этот кусочек. Еще кусочек. И этот кусочек. И так далее, так далее, так далее. А здесь наш этот хендлер. И вот он их там как-то обрабатывает. Вообще говоря, это удобно, потому что этих данных может быть много. И если вы помните так, когда мы там про PHP обсуждали, мы там выяснили такую интересную особенность, что PHP принимает файлы только ограниченного размера. Именно потому, что он считывает их сначала все целиком в оперативную память, потом посылает вам. Здесь у вас гораздо больше возможностей на этом работать. Вы берете, то есть у пост запроса все параметры, которые имеются в этом теле, вы можете читать постепенно. вы можете у этого самого эксченжа взять у него, как он там называется, господи. request channel, нет, request receiver, наверное. И вот потихоньку из него читать данные. Типа там полная строка, полный байт, количество этих самых буферов. И так потихонечку их из него читать, и так потихонечку с ним что-нибудь делать. Но зато вы можете обрабатывать запрос еще до того, как он полностью вам отправится. Например, вы можете начать писать файл на диск, если он большой. Да, все это очень-очень круто. Есть, знаете, такой прекрасный сервис под названием... Как же он называется-то? Ну, когда вы файлы передаете друг другу без сохранения в облаке, а просто, типа, кидаете ссылку, кто-то подгружается к этой же ссылке, соответственно, и файл начинает забираться у вас и отдаваться тому человеку. Ну, торрент это называется. А? Торрент это называется. Нет, но торрент работает по своему протоколу. А эта штука работает по http. Как же называется-то? Блин, я же забыл. Но сайт такой, типа, файлообменник, который получает файл от вас и отправляет его кому-то одному. Сам у себя он его не сохраняет. Так и тут. Вы можете взять этот файл, сохранить, отправить. В общем-то, очень удобно. Но проблема в том, что для нашего кокетного случая все это удобство нафиг не нужно. Да, нам нужно... Мы не файл отправляем, а одну просто небольшую строчку. Но мы по причине нашей любви к себе по безопасности и прочим интересным штукам решили использовать пост-запросы. Значит, как вы понимаете, в принципе, с undertow можно договориться. Можно найти кого-нибудь, например, какой-нибудь хендер, который весь вот этот ваш... Который будет... Чтобы этот хендер, который все эти штуки принимал, это будет не мы, а это будет какой-то другой хендер, который все эти штуки соберет и потом отдаст нам. Да, тут мы. И из этого хендера мы уже считаем все эти данные так, как будто бы они пришли сразу. Так ведь? Логично же. Ну, собственно, это тут и написано. Дальше вы можете заметить, что тут предлагается пользователь так называемый Idr Form Parsing Handler. То есть хендер, который жадно парсит форму. Что он делает? Он берет, получает все вот эти накопленные здесь данные, сохраняет их и потом отдает нам. Правда, из query-параметров мы все равно не сможем его прочитать. Нам придется использовать такую вот забавную штуку, как exchange-get-attachment. Значит, смотрите, да, мы перед нашим хендером поставим вот такой вот другой хендер. Да, тут у нас это было дело. Вот мы здесь поставили. А что означает, что делает там метод хендер по каким-то роутинг? Чего? Ну, у нас там метод хендерс.роутинг. И к нему уже просто ссылка на форму и уже с этим Idr Form Parsing. Роутинг – это типа как pass-хендер, только немножко более умный. Он различает их не только по префиксам пути, он еще различает их по способам запроса. Например, вы можете один хендер повесить, который обрабатывает пост запросы по этому углу, а другой хендер повесить, который обрабатывает где-то запросы по этому урлу. И так далее, и так далее. Но, честно говоря, он мне не очень понравился, этот роутинг. Он какой-то очень замороченный. Pass в целом гораздо проще. Даете? Урл. И дальше там с ним разбираетесь, как разбирать. Ну, да, эта штука более гибкая, но суть этого не сильно меняется. Данные из него можно получить уже вот таким вот сложным способом. Что здесь, собственно, написано? Здесь написано страшные вещи. Вот. Значит, что сделал этот самый форм-персинг-хендер? Ну, во-первых, он работает как в блокирующем, так и в не блокирующем режиме. То есть, если мы находимся в блокирующем моде, он берет, просто читает блокирует thread, читает все эти самые данные. Да? Вот parse-блокинг. Он берет вот эти все штуки, читает, 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 получает большой-большой кусок, заодно их там разбирает, что там написано, и кладет их куда-то. А куда он их может положить? Собственно, ему нужно теперь передать вот эти данные, которые он здесь накопил вот так вот, передать его нам. Так ведь? Как это сделать? Ну, вообще, говорит, то есть он в сигнатуру… Можно еще раз? Ну, еще раз. Вот мы решили, что вот это вот, вот это вот, это наш игр-форм-персинг-хендер. Так ведь? Да? Он у нас собирает все вот эти данные, которые в находятся в баде, он читает баде нашего запроса и, соответственно, где-то их тут накапливает. А теперь, когда он их накопил в какой-то момент, он эти данные должен будет передать нам. Да? Как? Как нам это сделать? У метода… Это же у нас этот самый хендер. Да? У хендера есть только метод, который принимает этот самый exchange. Мы не можем изменить сигнатуру метода и передать сюда еще что-то. Так ведь? Следовательно, нам нужно иметь какой-то механизм, который позволяет хендерам, который находится внутри одной вот этой самой цепочки, как-то друг с другом обмениваться данными. И вот у exchange этот механизм есть. У него есть так называемые аттачменты. Причем штука очень крутая. Мне очень понравилось, как у них это сделано. Значит, что такое аттачмент? У каждого exchange фактически привязан какой-то ассоциативный массив. Так, все помнят, что такое ассоциативные массивы? Это map. Это map. В любом случае это данные, в которых есть ключи и значения. Да. Значит, когда мы все это делали там на каких-нибудь JavaScript и Node... В смысле, ну да, JavaScript в плане Node.js и PHP. Ну, в общем-то, мы особо не заморачивались. Мы там могли из любого штуки написать просто имя аттачмента, которое нам нужен, и получить это значение. Особенно в JavaScript, где там можно к любым объектам приклеивать дополнительные поля. В Java это сделать нельзя. Но разработчики Undertow, в общем-то, подумали и решили, что у exchanger понадобится, так или иначе, какой-то ассоциативный массив, связанный с ним, и, возможно, в него что-нибудь класт. Значит, ассоциативный массив, собственно, представлен в виде аттачмента. То есть у exchanger есть метод Что-то там, put-attachment и, собственно, get-attachment. Вот. Собственно, он похож на ассоциативный массив. Он поднимает ключ и значения. Как вы понимаете, нам было бы удобно, если была бы строка. Так ведь? Какое-то строковое название по ключу и потом какое-то значение. Но в этом методе есть даже два недостатка. Если вы используете ассоциативный массив какой-нибудь, то у него есть два недостатка. Как мы в прошлый раз выяснили, например, можем здесь написать... То есть если мы здесь используем какую-то строку, то мы можем неправильно написать строку. Это раз. Во-вторых, мы можем перепутать тип. Да? Мы можем записать в ассоциативный массив, там, не знаю, строку, а попытаться считать целое число. Косяк? Косяк. Да? Понятно, о чем я сейчас говорю? В чем проблема? Ну, то, что мы можем засунуть туда стринг и пытаться получить другой тип данных, собственно, Ожидая один данный, мы можем попытаться получить другие... То есть если у нас map, там, не знаю, какой-нибудь там стринг обжект... Да? Да, мы обратно не знаем, что именно за обжект у нас может быть. Если мы положили там сначала стринг линг, потом второй стринг лонг, я не знаю, третий стринг, какой-то третий другой тип. Да. Соответственно, на этом мы можем врезаться в эту ошибку в данном случае тоже. Если это не проблема. Вот, собственно, это вообще очень популярная ошибка, которая легко решается в, как бы, диалогических языках программирования со слабой типизацией, в которых все эти типы приводятся автоматически. Ну, соответственно, если они не приводятся, то вам выдается ошибка во время выполнения. Значит, в статических языках программирования, у кого является Java, вообще такая конструкция выглядит несколько плохо. Потому что она говорит о том, что вы из статической типизации пришли в динамическую. То есть теперь компилятор вас больше не проверяет о том, правильные ли вы типы передаете. Вы теперь сами где-то там в рантайме по помощи явного проведения типов будете эти самые типы обрабатывать. Вот. Значит, и вот этот attachment эту задачу решает. Они вместо ключей, вместо ключей, да? Вы помните там, да? PutAttachment. Не зря я его сдер. Да? PutAttachment. У него используется вот такой специальный параметр, как attachmentKey. AttachmentKey, ну, примером которого является, например, вот этот самый formData, это просто специальная переменная, созданная по помощи метода create. Она просто создала некий глобальный идентификатор под именем formData. И известно, что этот идентификатор formData будет ссылаться на данные типа formData. Понятная идея? Значит, теперь, во-первых, вы здесь, в принципе, не можете написать строку. Поскольку вы не можете написать строку, значит, вы не ошибетесь в самой строке. А во-вторых, вам гарантированно известно, какой тип вы получите. Если вы запросили через attachment объект типа formData, то вы получите, соответственно, вот этот самый тип. Так что, господа, очень рекомендую, если в вашей программе возникают ассоциативные массивы с какими-то там обобщенными типами в качестве значения, то есть ассоциативные массивы, у которых в качестве значения непонятно что, может строка, может число, может еще что-то, то очень рекомендую прибегнуть к вот этому самому подходу. Когда вы информацию о типе храните в ключе. Ну еще, по совместительству, приятная штука, что сам ключ статический идентификатор. То есть не строка, а просто статический идентификатор, и вы здесь не ошибетесь. То есть если вы напишите здесь вместо дата, там, не знаю, там, AOTA, то вы получите ошибку компиляции, а не ошибку времени выполнения, которую будете еще долго отлаживать. А мы можем, собственно, ее тип использовать? То есть в get attachment ее, не знаю, расширить форму базы и добавить свои типы, или как это делать? Да, вы можете сделать, как он там? Как они там это сделали? Attachment key, create. Используйте свои типы. Хотите использовать стройные типы? Эх! Что-то становится. Эх! Эх! Что-то занимается. Вот вы создали свой AttachmentKey под именем myID, вот вы там можете создать какой-то там другой, ну не знаю, какой-нибудь там, можем класс main использовать. А если в классе main у нас есть статические переменные, они могут быть как ключей? Нет, в качестве ключей могут быть только объекты типа AttachmentKey. Нет, я имею в виду сами типы. В смысле сами типы? Мы задали AttachmentKeyString myID вот здесь, где string.class, как мы можем это использовать? Вы можете положить в Exchange какой-нибудь Attachment с таким ID, можно сказать Exchange. Я положу в тебя Attachment какой-нибудь там ID. Ну извините, они у меня правда не статические, это печально, хорошо бы конечно, чтобы они были статическими и финальными. Эта жизнь наладится. Здесь какую-нибудь стропу. Вот положили. Можем положить в main. А, если мы в main ID напишем, то во втором мы можем, например, здесь передать. Ну здесь у нас нету, ну не в main можем передать в main ID. Да, обратите внимание, а стропу мы сюда передать уже не можем. Это будет ошибка и компиляция. По сути, да, это весьма удобно. Это очень крутая штука. То есть, если у вас возникают ассоциативные массивы неизвестных вещей, и это еще не все. Значит, во-первых, если вы сделаете эти main ID в классе main и какой-нибудь с таким же именем в другом классе, то это будет разная ID. Таким образом, вы не столкнетесь с коллизией имен. Что один класс захотел положить в ваш ассоциативный массив какой-нибудь объект с именем name, и другой класс захотел положить в этот же ассоциативный массив с именем name с другой семантикой. У вас не возникнет такой проблемы. Кроме этого, вы можете, например, сделать его приватным. Сделать ключ приватным. И никто, кроме вашего класса, не сможет получить доступ к тому, что будет храниться под этим идентификатором. Почувствуйте всю силу ассоциативных массивов, если используют для них такой ситрый механизм создания ключей. А на стороне приема как будет класс... Как будет то, что мы тут оттачмент передали? Get-оттачмент. Нет, это используется в рамках одного объекта Exchange. То есть, это передача данных между хендерами. То есть, это не по сети, а просто между хендерами. Перепередача через сеть такой подход не используется? Ну, нет, можно использовать. Вопрос, как вы этот Exchange будете передавать по сети. Если вы его там сериализуете, то... Отдельный подход. Ну, то будет работать. Если вы просто используете весь джавовский механизм сериализации, и эти ключи нормально сериализуются, то все передастся и будет работать так. Ну, разумеется, только между джавами и между теми объектами, которые имеют доступ к этим классам. Ну, то есть, если у вас одни и те же классы на сервере на клиенте, то будет работать. Ну, в принципе, конечно, можно по-разному сделать. Можно этот же подход использовать и для динамических данных. Например, на клиенте у вас будет JavaScript, он будет посылать, как хочется, а здесь вы будете их статически валидировать. То есть, поэтому... Этот подход можно использовать для разных вещей. Но, в частности, в Undertow он работает только для передачи данных между хендлерами. Понятная идея? Вот. Ну, собственно, просто штука здесь используется очень часто, и она очень удобная. Не знаю, почему до нее не додумывалось кучу других разработчиков всяких разных API, в том числе и JavaScript, но вот здесь она используется. И если придется столкнуться, то это может взять на выражение. Значит, ну, собственно, этот наш iter form parsing hender положил, соответственно, вот этот самый ключ form data, в котором положил объект form data, из которого можно вытащить, соответственно, значение имени, которое мы в него положили. Ну, тут тоже такое не совсем выконечное API, но вот как-то так оно работает. Понятная идея? Собственно, если мы это сейчас запустим, то... ну, вот так, то теперь у нас все отправляется. Ну, вот так, то теперь у нас все отправляется. и с файлами, там можно вот эти файлы получать. Видимо, файл не ему рекомендуется использовать, а не файл. Ну, поэтому, собственно, можете через этот же механизм управлять все что угодно. Но, разумеется... Что такое AIR? Знаете, как его выводится, да? Я же уже влагу, по-моему. Это жадный, да? То есть он будет все вот эти данные, которые мы ему посылали, и он будет их класть там в оперативную память, ну, или в какое-нибудь отдельное хранилище. Может быть, кстати, он догадывается класть файлы на жесткий диск, а не в оперативную память. Ну, или, наверное, даже это настраивается. Но факт тот, что все эти данные сначала загрузятся, и только потом ваш кандидар будет вызываться, что не всегда эффективно. Поэтому, если вы хотите эффективно обрабатывать какие-то данные, да, ну, например, там, видео вам заливается на ваш сайт, а вы его параллельно обрабатываете, или какие-то файлы вам шлются... А, вот, кстати, например, этот модульный журнал, этот станкиновский, видели? Туда загружаются Excel-файлы. Вот Excel-файлы можно начать уже парсить до того, как они дойдут окончательно. Ну, правда, с Excel-файлами это не очень хорошо работает, потому что они, там, плохо читаются, если до конца не дошли. Ну, например, XML-ка какая-нибудь загружается на сервере, вы можете эту XML-ку парсить по мере того, как она загружается, по помощи вот этого самого чтения пост-даты урочного. А если вы все-таки хотите дождаться, когда она сама загрузится, то вот вам этот iterform parsing handler. Понятная идея. В общем, Undertow вам предоставляет просто необыкновенные возможности по обработке данных в любом виде, в котором вы только захотите. Так, ну и, собственно, прошел бы не завтра, чтобы что-то мы как-то до них так и не добрались. Ну, собственно, пример-то все то же самое. Пример в том, что мы вот тут писали ручками вот этот HelloName. Ну, конечно, это не очень круто. Гораздо лучше бы, если бы мы писали это все-таки в HTML. Видите, к тому же через какое-то время, когда мы двинемся как бы дальше, разумеется, у нас будут более сложные объекты. Вот. И для этого можно использовать шаблонизатор. Один из довольно попсовых шаблонизаторов в Java в мире называется Freemart. Вот у него есть сайтик. У него тут есть описание на английском, правда. Вот. Ну и, собственно, здесь вы можете посмотреть, что он вообще умеет. Значит, у него есть где-то описание языка. Нет, где-то у него там был какой-то более интересный референс. Да, вот. Вот, собственно, языка. То есть вот тут вы можете заменить какие-то переменные на какие-то значения. Ну и, собственно, вы увидите. Ну, по-моему, это уже 10 раз вот что ждали. Я не думаю, что это вас как-то сильно удивляет. Угу. Да? Всем это понятно? Угу. Значит, для работы с этим фреймаркером, если вы хотите его использовать в вашей Java программе, вам нужно подключить этот фреймаркер. Значит, в Mavine это вот делается при помощи вот такой вот красивой штуки. Да. Это было не тут, это было вот тут. Подключили, получили фреймаркер. Ну, соответственно, если вы его еще не подключали, то вам придется сделать там Mavine Compile предварительно, чтобы оно загрузилось. Ну, у меня он уже загрузился, поэтому мне не надо. И дальше, соответственно, пишем шабло. Значит, создаем шаблон. Ну, например, name.html. Значит, по вот этому самому адресу. По-хорошему, лучше использовать другой путь, нежели мы клали html, потому что к html мы дали прямой доступ от нашего сервера. Ну, в смысле, нашим клиентам. Все, что они здесь напишут, то не получится. А если они будут видеть наши шаблоны, ну, может быть, это не очень хорошо. Хотя... Хотя у них все по-разному бывает. Что у меня там назывался name? Xhtml у меня почему-то назывался, но как-то не суть важно. Ну, ладно, значит, будет называться html. Потому что фреймартер вообще без разницы. Xhtml, не Xhtml. Xhtml это просто html, который, типа, соответствует XML. Но, по-моему, в нашем случае это несправедливо, поэтому неважно. Значит, здесь написали код. Ну, если мы хотим использовать какую-то там штуку, то написали ее тут. Значит, да. Теперь... Что делать, если мы хотим заставить этот самый фреймартер работать? Значит, нам нужно где-то подключить этот самый фреймартер. Он подключается по помощи вот такого хитрого кода. У него есть configuration. Ему нужно указать, где смотреть, то есть откуда брать эти самые шаблоны. У него там default encoding, какие-то там accession hender, и так далее, и так далее. Наверное, там еще куча этих настроек. Ну, короче, настраивайте сам этот шаблонизатор. Дальше, по помощи функции getTemplate вы можете получить объект, соответствующий вашего шаблона. То есть, если мы сейчас это скопипастим... Куда вы там хотите скопипастить? Сюда, да? Так там тоже расширение. Да, расширение. Расширение вот меня. Это да. Нет, не надо, не хочу искать. Используйте этот. GetClassloader. Или configuration это чей объект? Чего? Кто? Configuration это чей класс? Феймаркер. Configuration это класс феймаркера. Это конфигурация для этого самого феймаркера. Значит, он, да, используется класс loader, потому что, в принципе, вот эти ресурсы, которые у нас здесь находятся внутри нашего джерника, можно брать из разных класс лодеров. Ну, то есть, класс loader это примерно, как бы, так сказать, источник классов и ресурсов. Одна программа Java, в принципе, может брать данные из большого количества джерников, в том числе содержащих одинаковые классы, загружать их по-разному. Если хотите, я вам когда-нибудь потом про это все расскажу, потому что это довольно интересно. Но в нашей программе класс loader всего один. Ну, вообще один-единственный. И поэтому его мы везде используем. То есть, класс loader это, короче, класс, который загружает остальные классы. Он у нас один, мы его везде используем. Шаблоны у нас лежат внутри нашего джерника, поэтому никаких проблем с этим не возникает. Но поскольку этот самый феймаркер равно, как и Undertow, рассчитанные на более сложные ситуации, им нужно явно передавать, какой класс loader используется. Короче говоря, если вы не знаете свой класс loader, то практически всегда работает такая штука, как взять класс loader у текущего класса. И все будет работать. Как-то так. Значит, вот мы сделали этот феймаркер. Вот мы получили наш шаблон. И теперь, соответственно, мы хотим заменить. То есть, не писать вот этот самый, если это хитрый код, а отправлять данные нашему феймаркеру, чтобы он их с использованием вот этого нашего шаблона заполнил и отправил клиентом. Значит, феймаркер, точнее, вот его этот объект-темплейт, собственно, имеет специальную функцию для этого. Она называется процесс. Значит, в нее передаете что нужно отрендерить, то есть, некий объект, содержащий данные, который будет рендерить наш шаблонизатор, и выходной поток. Ну, в данном случае это writer, в который нужно будет записать результат. Тут, собственно, возникает один такой неприятный нюанс в том, что этот самый феймаркер, таким образом, раз он использует writer, это означает, что он использует блокирующий вот вывод. Понятная идея? Проблема. Не только он, кстати. В общем-то, да, почти все эти шаблонизаторы зачем-то используют блокирующий вот вывод. Ну, наверное, есть какие-то прогрессивные шаблонизаторы, которые имеют и не блокирующий вот вывод. Но, как бы, реальность пока вот такова, что вот и живем вот так вот. Ну, тут есть, соответственно, несколько вариантов, как из этой ситуации выйти. Ну, одна из этих вариантов – это использовать то, что мы, то, чего мы там научились заранее, да? Блокинг-хендер, все дела. Ну, это, в общем-то, наверное, наиболее правильный вариант. Особенно, если шаблоны сложные. Вот. Если шаблон простой, то мы можем сделать вот такой вот хак. мы можем взять создать так называемый string writer. Что такое string writer? String writer – это объект типа writer, который все записываемые в него символы хранит в оперативной памяти. Поскольку он хранит в оперативной памяти, то есть ни с каким устройством ввода вывода он не связан, он заблокироваться, в принципе, не может. Вот. Но, соответственно, можем вот так вот обмануть его, запустить этот самый шаблонизатор, чтобы он записал нам все в оперативную память, потом из оперативной памяти взять кусок и отправить все эти результаты, собственно, нашему клиенту. Ну, а тут, да, возникает такой, как бы, интересный вопрос. Причем это плохо? А мы, кстати, в данном случае не будем лучше, если мы будем сначала генерить HTML файлы, а потом уже их управлять. Ну, мы сейчас так и делаем. Это не имею в виду «Сохрани» на носителе. Ну, как? Ну, у нас же name будет каждый раз меняться. У нас вот этот. У нас вот этот name. Вообще это самое. У нас в данном случае, во-первых, если у нас будет достаточно большой здоровый шаблон, в котором будет, не знаю, куча JavaScript и тяжелых CSS, то это, собственно, может, я не знаю, долго происходить. Ну, у... Пациент просто большой кусок берет, большую стрингу берет и отправляет, если я правильно понимаю. А CSS тут ни при чем. CSS тут ни при чем. Тут основная проблема именно в данном шаблонизаторе. Весь CSS у нас будет обрабатываться не этим хендером. Весь CSS у нас будет обрабатываться вот этим самым хендером. К шаблонизатору никакого отношения не имеет. CSS у нас лежит в отдельном файлике. Там с ним все окей. Проблема возникает именно с этим шаблоном name. Сохранить его на жестком тиске нам смысла нет совершенно никакого, потому что вот этот name будет каждый раз разным. Так ведь? Но основная идея, да. Основная идея в том, что если этот шаблон очень большой или данные, которые в него будут записаны, очень большие, ну, то есть если вот эта строка, которую мы здесь запишем, будет очень большой, то она будет жрать вашу оперативную память. Ну, то есть разумеется, сложно написать такую HTML страницу, которая будет хранить себе там, не знаю, которая будет размером там 10 гигабайт и ваш сервер упадет. Ну, HTML страницу на 10 гигабайт я себе плохо представляю. Хотя, если у вас там есть циклы или что-нибудь такое, то это не такое бывает. Но проблема еще в том, что эти же данные, то есть эти шаблоны будут параллельно генерироваться большим количеством пользователей. То есть у вас будет много-много-много запросов, и все эти данные будут генериться, и все они будут солить вашу оперативную память. А как бы было удобно взять, типа отправить эти данные клиенту, пусть этот самый шаблонизатор их пишет и сразу шлет клиенту, а на сервере они пусть не задерживаются, пусть не жрут его оперативную память. Но вот если у вас такая проблема стоит, то, видимо, единственный вариант, который поддерживает FreeMarker, это, соответственно, используя блокирующего до вывода. Если же вы знаете, что этот шаблон небольшой, и что вот этот string writer не будет занимать там гигабайты, ну или даже мегабайты, то вы можете использовать вот такой вот подход, как мы сейчас тут сделали, и ни о чем не думать. Будет работать зато быстрее, потому что все происходит в оперативной памяти. Поэтому все довольно быстро. Понятная идея? Так. Мм? Уже не повернившим, так управлял, чтобы унизатор очень штука, мягко говоря, распространенная, как и создание серверов. Что? Что распространенное? Чтобы унизатор? не сделали шаблонизатор, который умеет, ну... Я думаю, что сделали. Может быть, даже и фреймартер можно как-то составить это делать. Нет. Потому что, может быть, ну или наоборот, Undertow может быть умеет такие случаи, не знаю, не блокирующий превращать. Нет. Ну, каковы? Единственный способ... Вот не блокирующий в блокирующий всегда легко превратить, а вот блокирующий в не блокирующий превратить никак нельзя. Но на самом деле там можно использовать всякие хитрые варианты выкрутиться, можно писать в какой-то там эти самые стринг-райтеры, если мы в них помещаемся, то использовать не блокирующий, если мы вдруг случайно в них не поместились, то выгружать все эти данные в отдельный пул. Таким образом, большую часть времени у нас весь вот вывод будет не блокирующим, а если вдруг вот что-то случилось, и что-то пойдет не так, он станет блокирующим. Ну, в общем, выкрутиться можно, и, наверное, можно писать шаблонизаторы, которые умеют все делать не блокирующие, ну, если перед вами такая стоит задача. Вот. Но я как бы рассказываю просто такой пример вот из того, что бывает, и часто вы можете использовать шаблонизатор вот в таком виде, охраняя все в оперативной памяти. Ладно. Про это вот разобрались. Да? Всем там понятно. Тут вообще никто не участвует, никто ничего не говорит, кроме Виталия. Потому что это достаточно быстро, и если, по крайней мере, записываешь это дело, запечатываешь, вернее, параллельно, то тут не всегда успеваешь очень часто. А я не знаю. Кто-нибудь там что-нибудь запечатывает? Господа, ну скажите мне что-нибудь. М? Макс там тоже что-то вроде прошлый раз говорил, сейчас что-то молчит. Молчит. Все окей. Ну ладно, все окей, так все окей. Ладно, значит, не поговорили про то, как, собственно, эти данные в шаблонизатор передать. Но самый простой способ эти наши ассоциативные массивы. Поскольку шаблонизатор не особо типизированный, то и данные туда можно передавать не особо типизированные. Можем создать ассоциативный массив. Назвоним template.data. Ну и, соответственно, этим образом, если мы здесь написали name, то оно в нашем шаблоне подставится вместо name. Если у нас тут были какие-то другие переменные, то мы могли бы здесь их записать и получить другие переменные. Так, ну что, или этот тест, чтобы это все работало? Получили кромочку, написали текстик. Вы до этого уже отправляете. А, да, извиняйте. Я не прав. Кстати, HTML. Кстати, обратите внимание, что он нас как раз на этом запалил и сообщил, что да, что вы отправили уже ответ. Типа, не делайте так. вот теперь все работает хорошо. Understand? Ну, то есть сейчас у нас не базирующий вывод. Ну, просто это довольно приятно. Так, ну что, едем дальше. Ну, кстати, сервлеты я, пожалуй, поставил бы на потом. А вот чтобы добить эту славную тему, там у меня есть, вон, дописывание этого опросника, который мы там тщетно пытались сделать на PHP. Ну, вот используем вот этого самого бандартол. Значит, собственно, ссылочка. Такого видно. Ну, я не знаю. Можем как это делать отсюда. Тогда все будет быстрее. Значит, опросник. Значит, в чем фишка нашего опросника? Опросник, как вы помните, да, он у нас состоит из вопроса, текста вопроса и варианта ответов. Да? Так было дело. Вы согласны, что это похоже на шаблон для вопросов нашего опросника? Значит, здесь используется такая фича нашего фримартера, как цикл, то есть лист, то есть мы берем директиву лист, говорим, что перечислено все, что хранится в переменной answer, которая предполагает, что она там массив или список как переменную a, и дальше мы повторяем gif несколько раз, вставляя сюда вот и ставятся разные значения. Ну, и вот так это работает. То есть если мы сейчас создадим такой шаблон, ну, это будет наш шаблон под названием question. Ммм, да. И вот сюда его как-то вставим. Теперь интересно, можно идти открыть браузер? Пиксер-штимул. Ну, окей, нет. Браузер. Есть браузер на этом компьютере? На Google Chrome. Да, Google Chrome пойдет за браузер. Какой вредный браузер от Google Chrome? А, понятно, почему вредный. Потому что он, конечно, считает, что нечего называть XHTML то, что XHTML не является. Во. Ну, вот как бы что будет здесь отременить наш шаблон. Видимо, как бы тут можно посмотреть, здесь будет текст, а дальше что-то будет, что будет подставлено. Соответственно, если мы передадим наш фреймартер какие-то данные, то у нас все здесь заполнится текстами шаблона, вариантами ответа, и вообще все будет красиво. Значит, как нам это осталось сделать? Значит, нам нужно теперь в этот фреймартер, в этот шаблонизатор передавать много всяких разных данных. И текст, и нам, и а, и прочее, прочее. Но, в принципе, конечно, мы могли бы сделать этот самый, там, этот хешмар, положить в него всякие данные, но это будет не очень круто. Фреймартер умеет более интересные вещи. Он умеет обрабатывать, так сказать, объекты класс. То есть, если мы создадим объект типа question, у него будет поле текст, да, видите здесь текст? Вот у него тоже есть поле текст. Поле answers, и вот тут тоже есть крест answers, и answers это, как вы можете заметить, список. Поле num, ну, поле right еще есть, ну, оно тут вроде как не используется, но это не страшно. Вот. Соответственно, у него есть соответствующие геттеросепторы, то такой объект мы сможем передать в наш шиплонизатор. То есть, если мы создадим такой объект, давайте его создадим, давайте создадим, что нам стоит? создадим объект. Нет. Починем бинз. Да, вот как-то так я хочу. правильно сделаем. Вот, значит, теперь будем использовать нашу форму ну, допустим, сделаем еще один какой-нибудь хендер под названием question. Зададим еще один шаблон названием question template. и, соответственно, использую тот же самый хитрый метод, который мы здесь использовали. Передадим сюда новые question. Ну, дальше, чтобы мне там по десять раз написать. ну, вот какой-то такой мне был квеш. Типа, сколько будет положить два? Точнее, нет, даже два плюс два. Вот я его сюда передал. Да, еще, чтобы все это работало, нужно еще одну настройку добавить у фреймартера, а именно вот это вот. Собственно, если мы теперь все это запустим. и теперь захотим получить question. Да, как раз он сделал слот, мы получили заполненную форму нашим объектом. То есть наш фреймартер на сей раз брал данные не из ассоциативного массива, а из уже известного нам объекта. Ну, что, в принципе, довольно удобно. Не так, что прям слишком супер, но довольно прикольно. Так вот работают супронизаторы. Здесь вы работаете на уровне данных, а рендерингом занимаются отдельные специально обученные штуки. Значит, если вопросов будет много, мы их можем где-то заранее объявить. Вот, например, у меня там использовался какой-то там глобальный массив список вопросов из трех штук. Ну, где-то тут, наверное, можем его объявить. По сути, нам понадобятся номера вопросов. В смысле, чтобы вопросы знали свои номера. Но нам нужно либо здесь у них самих писать, что это вопрос номера. Ноль, это вопрос номер один, и так далее, и так далее. Но, чтобы это сделать автоматически, мы можем написать специальный цикл. вот. Ну и, соответственно, в этом случае мы будем брать, мы можем получать параметр номер шаблона, номер вопроса, да, по помощи нашего обычного метода getQueryParameters. Да, вот мы его получаем. Ну и, соответственно, берем нужный вопрос. Мтдеп у меня не объявлен. Что так плохо-то? Ну, давайте сделаем createField, да, давай createField, именно это я хотел. да, и, соответственно, здесь можем заменить его на получение итого массива, ну, в смысле, итого элемента нашего массива. Да, вот этот код. Ну и, собственно, теперь. получили обычный запрос. Получить вопрос номер один. Мы писали корону один, получили второй. Мы писали корону два, получили третий. Ну, в общем, как-то так. Мы теперь наш один и тот же шаблон заполняем разными данными. Собственно, так у нас шаблоны обычной работы. Значит, теперь что делать, чтобы пользователь мог ответить? На этот вопрос, на этот вопрос. Чтобы мог ответить на этот вопрос, нам нужен еще один обработчик. Собственно, вот он. Он, в принципе, довольно сильно напоминает то, что там было так, то, что мы только что писали. Ну, собственно, вот он обработчик под названием answer. То есть он из нашей формы, да, из нашей формы, мы будем проявлять сам уровень answer. У него будет скрытое поле номера запроса. Соответственно, вариант ответа, который выбрал пользователь. Ну, собственно, и все, что нам надо. Нам, собственно, ничего кроме номера запроса и варианта ответа от пользователей то и не надо. Все остальное мы знаем и так. Да? Понятно, что здесь написано? Ну, в принципе, ничего нового. Ну, вы показывали уже. Да. Вот такой же часть подбилки. Да, 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 только что было. Так что вот добавим сюда. А, ну да, потому что у нас вместо роутинга используется. Значит, этот метод получит от нашего пользователя данные. Ну, на самом деле, пока мы просто зафиксируем факт того, что пользователь нам ответил на что-то. То есть мы получили данные, считали q, считали ответ. Да? Соответственно, нашли, соответствует ли этот ответ правильному ответу из нашего списка вопросов. Запомнили этот факт и, соответственно, отправили пользователя отвечать на новый вопрос. Как мы можем это сделать? Ну, один из таких наиболее целых способов – это просто отправить его вот сюда. Мы могли бы вызвать вот этот код из этого хендера, просто поскольку нам нужно опять сделать. Но мы просто отправим клиенту сообщение о том, что следующая страничка, которую он должен посетить, находится вот по этому самому адресу. То есть, на самом деле, это перенаправление на уровне клиента. Можно делать перенаправление на уровне сервера, но мы делаем перенаправление на уровне клиента. Соответственно, если вы здесь посмотрите, что будет происходить. Да, ну, как вы понимаете, это просто специальный хендер. Redirect – это специальный редирект-хендер, который посылает клиенту сообщение о том, что он должен пойти на другую страничку. в том числе. Значит, теперь если мы все это запустим, приедем сюда, ну, как бы будет, будет 5. Вот, отправили. Соответственно, перешли по этому адресу. Он нам прислал сообщение о том, что тебе… то есть, статус 302 и сообщение location такой-то. То, что должен перейти вот по такому location. Ну, перешли по такому location и получили соответствующий результат. Ну, и так далее, и так далее. Соответственно, дальше, если мы посмотрим, то все будет продолжаться в таком духе. Вот. Ну, да, как только мы дошли до последнего вопроса, все сломалось. Мы вышли за пределы нашего массива и все умерло. Короче, все плохо. Но наш сервер нам исправно… да или нет? Да, вот он справно писал, что мы первый раз ответили на 5 – это был неправильный ответ. Второй раз ответили на 9 – это неправильный ответ. И, соответственно, 0 – это тоже неправильный ответ. Почему? Это правильный ответ? А, это правильно, да. Это правильный ответ. А, 1, 2, 1, как раз. Да, 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 да. Собственно, он сказал… Ну, вообще, логично было бы, если когда мы дошли до самой последней номера, ну, чтобы мы получили какой-то там результат. Но тут возникает, в общем-то, не вполне разрешимая существование HTTP проблемы. Например, мы не знаем, кто наш клиент, мы не знаем, что наш клиент писал нам в прошлый раз. Мы не знаем, тот ли клиент вызывает этот запрос сейчас или это какой-то другой клиент. Мы ничего на сервере об этом не знаем. Ну, и, соответственно, как мы уже знаем, у этой проблемы есть известное решение под названием KUTI. Вот, то есть, KUTI – это просто такой маркер, который нам клиент… То есть, мы ему, клиенту какие-то дали, и он в следующий раз нам их опять покажет. Ну, покажет он нам их или не покажется, покажет какие-то другие на его совести, но мы рассчитываем, что он нас не обманывает, и поэтому используем KUTI. Собственно, пример о использовании KUTI тут как бы и приведен. Значит, KUTI, опять же, это встроенная ЧА. Она, то есть, в принципе, работает примерно так же, как и с параметрами KUTI. Ну, по сути дела, KUTI на самом деле на них очень похожи. Вот, берем Exchange, получаем у него KUTI. Ну, и, например, запоминаем… Тут я запоминал состояние, количество ответов, количество постов, на которые клиент дал правильные ответы. Значит, ну, вот как бы можем использовать их. Так, нет, не сюда. Ну, куда-то вот сюда. Получили эти самые KUTI. Ага, writeAnswers примерно значительно равно 0. Вот, дальше, соответственно, мы можем проверить, типа, вот это наше булевое значение. Вообще, у меня… Как вы понимаете, это вообще, конечно, длинная строка, и хорошо бы ее внести в наш класс question, что я ни черта не сделал. Ну, не знаю, умеет ли это делать NickBeans. Ну, или ладно, можем не заморачиваться. Дело, но понятное дело, что эта строка плохая, и что, по сути зрения хорошего кода, надо бы использовать для этого отдельный метод. Ну, мы можем сделать, например, вот так. Ну, и, соответственно, если ответ был правильный, мы можем увеличить эту самую переменную writeAnswers на 1. Ну, и, соответственно, мы должны отправить эти KUTI клиенту. Значит, как вы заметили, у нас есть request-KUTI, это те, которые к нам пришли, и у нас есть response-KUTI, это те KUTI, которые мы отправили. Если вы не отправите эти KUTI, то клиенту они не дойдут. То есть, недостаточно взять KUTI и поменять им значение. Вам нужно их отправить клиенту. То есть, поместить их в response-KUTI. Но можно взять этот же объект KUTI, если он существовал. Можно создать свой объект KUTI, но это, в общем, на вашей совести. Ну, и, соответственно, так вот. А, ну да. И делаем мы это только, если клиент там ответил на вопрос. Ну, не ответил еще на все вопросы. Вы подробнее про KUTI потом не будете рассказывать? А я, по-моему, рассказывал про KUTI, про Node.js довольно подробно. Еще что-то про них рассказать. Есть смысл просто обратиться к вашему видео, так? А? Ну, да. Ну, там. Ну, не знаю, о чем про них рассказывать. Их можно шифровать. Можно сказать браузеру, чтобы он не читал их примудительно. Можно там говорить, что какие-то KUTI должны передаваться только по защищенным соединениям. У них там есть сразу жизни, куча-куча параметров. Ну, не знаю. Тут как раз все о чем. Ну, в общем-то, чтобы про это хорошо рассказать, надо подготовиться. Ну, не знаю. Если будет. Я не говорю, что сейчас. Ну, вообще. Вообще. Если у нас таки пойдет веб. Хотя что-то по реакции аудитории у меня создается ощущение, что что-то как-то все уныло и никто ничего не хочет. Вот. То мы можем как-нибудь какую-нибудь лекцию посвятить, типа, безопасности. Ну, веб. Компьютерной безопасности. Где стоит использовать шифрование. Почему шифрование иногда вас даже не спасает. Клычи KUTI. Хорошо ли KUTI. И вообще, и вообще. Можно ли в KUTI хранить пароли. И когда можно. И когда нельзя. Ну, в общем. Куча этих вещей. Но это отдельно просто дискуссия про безопасность. Сейчас мы пока просто ковыряем Entertall. Значит, KUTI. То есть, если вы хотите их отдать, то вы, собственно, кладете их в этот самый массив. Ну, и, например, делаете тот же самый redirect, который мы делали. Да. Ну, и выполняем этот самый redirect. Ну, и в противном случае, если наш клиент на все вопросы ответил, мы используем удаление KUTI. То есть, если KUTI при этом были, мы берем эти самые KUTI. Удаляются KUTI путем установки параметра set, параметра maxH равным нулю. То есть, это сообщение клиенту, что мы тебе эти KUTI прислали и ты их удали. Почему H? Ну, потому что H. Не знаю, так называется. Там, на самом деле, вроде как... Может, там имеется в виду, типа, время жизни к нулю или что-то подобное? Нет. Это время, сколько KUTI будет работать. Я не помню, в чем он там измеряется, в минутах или в секундах. Но, соответственно, если вы там пишите какое-то значение, то, значит, эти KUTI живут какое-то интервал времени. Через какое-то время они устареют и сервер не будет их принимать, а браузер их удалит. Если вы там напишите минус один или просто какое-то отрицательное значение, то это означает, что эти KUTI живут, пока вы не закроете браузер. Вот. Если вы напишите там ноль, то это означает, что все, эти KUTI больше не живут. Вот эту конкретную KUTI надо убить. Опять, обратите внимание, если вы хотите, чтобы браузер убил KUKU, вам нужно ее явно ему об этом сказать. Потому что, если вы вообще ему ничего не скажете про эту KUKU в своем ответе почти типичном, то он оставит все, как было. То есть, он в следующий раз пришлет вам опять ту же самую KUKU, которую прислал. То есть, если вы хотите сказать, что что-то изменилось, вам нужно это явно отправить. То есть, удаление KUKU из вот этого массива ничего вам не даст. Поэтому, соответственно, если хотите удалить, то пишите такой KUKU код. Ну, давай. Ну и, соответственно, можем послать клиенту еще один ответ. Не знаю, я там делал шаблон в тот раз. Ну, в смысле, в этом примере. Ну, не знаю, что-то мне сейчас эта лень делать. Так что, предлагаю просто отправить клиенту текстик. Соответственно, что там, write answers. Давайте по-русски мы напишем, чем стоит. Вот так вот. Вот, соответственно, шаблон вам сообщил количество правильных ответов. А, кстати, можно ли мы просто снимаем двестороннюю? В общем, нету вообще у Java или какие-нибудь сторонние библиотеки, или еще чего-нибудь там. У Лавик, вроде. В общем, такой штуки, которая позволяла бы создавать строки, как, ну, с форматированными. То есть, например, у Java уже сказали, скорее всего, такое есть. Другие есть, но где-то я могу написать правильных ответов. Скобочка, write answers. Скобочка закрывается из... Ну, то есть, вот эти... Скобочка закрывается, скобочка закрывается. То есть, вот, типа такого. Да, 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 да. Ну, вот, нету этого Java. Java нету. Ну, Java нету. А, в библиотеке? Ну, а как? То есть, мы же хотим это на уровне языка? Ну, хотя бы, не знаю, объект, который так создается. Ну... То есть, это самое... Ну, можно использовать, там, ринг-билдер, но это немного не то. Ну, в принципе, вот этот самый... Как его звать-то? Фрейммартер, он ваш, это библиотека. Может быть... Детемплейт. Может быть, его можно заставить... Ну, он немного для другого, вообще-то. Я имею в виду именно для кода. Ну, вот, если бы этот фреймартер умел шаблоны не из файла читать, а ему можно было бы его вот здесь прямо написать, может быть, его можно заставить, сделать, то это было бы все, что библиотека может для этого сделать. Вот. То есть, вы здесь пишете шаблон в строке, используя, например, уже синтезис фреймартера, а потом заполняете его данными, вот, по аналогии с тем, как мы здесь сделали. Вот. Ну, честно говоря, я не знаю. Конечно, это прикольная фича, это интерполяция строк, и вот возможность вставлять в строки какие-то штуки. Может быть, в какой-нибудь версии Java их даже и добавят. Ну, не знаю. Пока нету. Библиотеки могут сделать вот только вот то же самое, что делает фреймартер. То есть, ничего больше, потому что для всего остального нужно изменить семантику языка. Вы же не можете здесь подключить библиотеку, и у вас что-то насчет работает по-другому. То есть, что было в языке, то вот как бы так и остается. Так, ну давайте мы сейчас запустим, чтобы убедиться, что она работает. Поехали. Просто номер первый, но пускай будет четыре. Пускай будет восемь, пускай будет ноль. Ну, видимо, все хорошо. Единственное, что, конечно, с кодировкой... По крайней мере, понятно, что он говорит, что ли количество правильных ответов не дает. Да, с кодировкой мы не угадали. Надо ему как-то об этом сказать. Ну, в общем, вот так это работает. Так. Ну что? Вам надоело меня уже слушать? В принципе, здесь еще довольно долгий разговор про сессии. Ну, по-моему, не знаю, как другие, но, наверное, может, и сегодня уже. Ну, я, честно говоря, сам уже немножко устал. Я процессаю. Если честно, уже у нас кипит. По-моему, да, времени уже много. Про сессии мы поговорим в следующий раз, заодно поговорим про сервлеты. Значит, короче. Значит, в следующий раз я хочу с вами поговорить про сервлеты. Про сессии, видимо, да, проговорить. Поговорить про сервлеты. Как бы такое более классическое пизло работы джавского веб. Значит, сервлеты. Дальше, видимо, будем говорить про какие-то базы данных. Вы там какие базы данных хотите? Реалляционные или MongoDB? Сложный вопрос. Ну, давайте Mongo. Вы с ними заработали. Ну, не знаю. Я-то это да. Я вообще могу, люблю. Но некоторые говорят, что их не учат SQL. И им срочно нужно, чтобы кто-то их научил. Что они там работают в Access'е, а не в этих самых. И хотят вообще знать, как джаву дружить с SQL. Конечно, можно поговорить про SQL. Не знаю. Ну, ладно. Лучше вы подумайте. Ну, на самом деле, Postgres я ставить сразу не хочу. Я думаю, что если мы будем говорим про H2. Это встраиваемая джавовская база данных. Ну, конечно, она не такая крутая, как Postgres. Но, по крайней мере, для начала сойдет. А там, если захочется, можно и Postgres подключить. Значит, ладно. Это еще обсудим. Вот. Ну, да. Наверное, такой план на следующий раз. Если я ничего больше интересного не вспомню, то тогда, после того, как мы говорим про базы данных, поговорим про внедрение зависимости на примере Spring. Это будет, как бы, не самый такой еще Spring, но это будет, по крайней мере, начало, для чего Spring вообще нужен, какие задачи решает. А потом, после того, как мы говорим про Spring, а может быть, даже и в тот же раз, мы, конечно, от этого низкого уровня ада мы перейдем к такому более высокого уровня веб программированию, где мы не будем все это ручками доставать параметры и ручками парсить формы. Вот. Ну и, соответственно, дальше там уже как пойдет. План примерно такой. Но! Я вам придумал задачки. Значит, вот, собственно, по тому, что мы сейчас тут сделали. Вот. То, что мы сейчас тут сделали. В принципе, тут есть весь этот код. Значит, задача – это сделать запоминание выполненных ответов, чтобы они показывали пользователю, какие ответы он выбрал. И, соответственно, как вы помните, да, когда у нас возникали какие-то ошибки. Да? У нас возникали какие-то ошибки. Бывало же. Бывало же у нас возникали какие-то ошибки. Например, q равно i. Ну, пожалуйста, ошибка. Но мы тут видим сообщение только, что произошла ошибка. А хотелось бы, чтобы он нам здесь вывел, ну, не знаю, там, stack trace, что-нибудь. Ну, хоть сообщение более-менее разумное. Вот. В общем, вот нам задача придумать сделать так. И еще одна задача. Как бы нам так вот придумывать какие-нибудь классы, не знаю, там, функции, хендеры, не знаю, обертки. Ну, чтобы все-таки получение параметра из запроса, ну, не превращалось в такой вот. Столько-столько разных полей. Помните PHP? Мы там писали get и в этих скобках, что нам надо. Было все отлично и прекрасно. А тут, блин, все параметры вытащили из запроса. Тут куча строчек. Ну, вот, собственно, можем условить небольшие. Обертки у всего этого кода, ну, для большевиковских кодов или как? Да. Ну, в общем, устраиваем конкурс на наиболее удобные обертки. Кто придумает наиболее удобную, красивую, производительную, надежную, типа безопасную, ну, и прочим-прочим, с этим интересным критерием обертку для вот этого кода, так, чтобы она легко просто устраивалась в Undertow. Ну, вот как-то так. Это, короче, задача. А можно исходник куда-нибудь залить? Ну, он же тут лежит, по большей части. А, ну, задания сами где не валяются? А, задания тут валяются. Задания, задания. Самопрочник там лежит? Ну, исходники лежат на, вот там, на Ульцлабс, но они там не все. А, я могу залить, если вам нужен вот эти исходники, я могу их, конечно, туда просто залить, если они вам дороби. Ну, давайте посмотрим, какую ссылку. Первую ссылку готово. Так, куда мне это скинуть? В общем, да. В группу скинуть сможете? А? В группу скинуть сможете? Да, 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 сейчас все скину. Так, ну, в общем, как-то так, господа. Развлекайтесь, жду от вас какой-то активности, потому что сейчас как-то мне было умыло общаться с одним Виталием. Поэтому я уж хоть не знаю, посмотрю, какую задачу будете делать. Так что, вот. Спасибо. Ну, да. Можно еще один вопрос? Да, конечно. Можете, не знаю, либо ссылки кинуться, как мне потом рассказать, вот по такой теме, как, например, для сервера, написать, грубо говоря, генератор JSON или XML, или, например, у меня есть там какие-то данные. Неважно, там, в текстовом файле, в бонге, или в какой-то рецептационной базе данных. Я хочу предоставить вот такие дополнительные, а давайте JSON-чики, вот, по этой теме. Ну, в принципе, если особо не заморачиваться, то есть такая прекрасная протенка, как Jackson, она позволяет генерировать JSON из любых джавовских объектов. Ну, например, она там без проблем вот этот у нас Clash превратит в JSON. Ну, пожалуйста, берете тут же Undertow, пишите какой-нибудь там вот этот самый handler, и пишите content-type текст, там, этот самый JSON, или какой там JSON, этот content-type, и выводите через тот же Stenkerator весь возможный JSON. Коды там, не знаю, на 10 строчек. И все работает суперпроизводительно, круто, удобно. Ну, пожалуй, так. Если вам нужно что-то более умное, типа каких-то там рест-интерфейсов, там, генерации IP каким-то этим самым, там, всяких SUAP и прочие ужасы. Трифт, SWAP, это имеете в виду, да, какие-то там... Я имел в виду как раз то, что выслали. Ну, то, что сказали, и все. Мне бы посмотреть после этого файла и отправить. Ну, в смысле, файл, ну, я думаю, что есть библиотека джававская, называется Jackson. По-моему, даже в том курсе, который вот был. Ну, пожалуй, она моя любимая, хотя у нее тоже есть некоторые недостатки, но работает хорошо. Есть куча других библиотек, которые из джававских объектов умеют генерировать JSON. Соответственно, берете и просто генерируете, отправляете их клиенту. 10 строчек, и ничего, кроме того же антарктового этого Джексона, вам не нужно. Ну, как-то так. Я думаю, что это такое красивое и правильное решение. Ну, что, все. Больше вопросов нету. Тогда мы, наверное...